Давай поиграем. Игра в детской школе кино и телевидения, сокращенно шкит, не развлечение, а усердная работа. Прежде всего над собой и своей ролью. Первым делом азы актерского мастерства, потом идеи для фильмов, как коротких, так и полнометражных. Нередко для этого организуют мозговой штурм, когда концепция одобрена, выбирают жанр и распределяются по ролям. В ближайшее время у нас сейчас два фильма на продакшене мы снимаем. Один у нас страшилка такая с подростками. Готовимся именно презентовать к Хэллоуину. Для максимального раскрытия юных актеров перед съемками обязательны тренинги. Главное раскрепостить детей, придать им уверенности. Ева Резникова, педагог киностудии, в прошлом сама прошла здесь обучение. Признается, процесс съемок настолько увлек, что хобби решила превратить в профессию. Съемок было очень непонятное ощущение. Хотелось побыстрее узнать результат. Очень понравилось работать с коллективом. Очень дружно всегда были. За шесть лет работы киностудия получила признание и на местном, и на общероссийском уровне. Участвуем в конкурсах. В Санкт-Петербурге мы входили в шот-лист, показывались по местным кинотеатрам. В местных конкурсах во всех участвуем. Ну, в принципе, все, что с детьми, везде принимаем участие. Совсем недавно единственная в крае детская киностудия получила удостоверение на прокат полнометражного фильма «Вип». Историю о конфликте подростков из семей с разным социальным статусом смогут увидеть жители Алтайского края и Новосибирска. Правда, картина, в съемках которой задействована порядка десяти юных земляков, пойдет в прокат только когда в регионе наконец разрешат работать с кинотеатром. Елена Кузовкина, Александра Кузнецова, Илья Халяпин. День с толком.